Внимание всех СМИ приковано к событиям в Киеве. Там продолжаются митинги и демонстрации в поддержку евроинтеграции страны. Они давно перестали быть мирными. Как сообщают информагентства, часть центра города по-прежнему перекрыта железным ограждением. Здание Киевской мэрии и Дом профсоюзов заняты оппозицией. Милиция не предпринимает никаких попыток штурма зданий. Киевский градоначальник Александр Попов объявил понедельник выходным для чиновников мэрии. Также заблокирован вход в здание Кабмина. В настоящее время, как передают СМИ, у входа в здание около 200 митингующих. Они ведут себя спокойно. Ни одного представителя правоохранительных органов на этом участке нет. Вход в администрацию президента прегражден бойцами Беркута и милиционерами. Также есть за границей счетов. Минувшей ночью на Майдане на Залежности появилась сцена и палаточный городок. Митингующие загородились железными щитами на случай разгона демонстрации. Тем же вечером около 300 машин направились к загородной резиденции Виктора Януковича. В Межигорье, по некоторым данным, украинский глава провел экстренное совещание. Автоколонну удалось остановить мирно. Также в прессе появились сообщения о том, что всеобщая забастовка объявлена во Львовской области. Такое решение принято на заседании штаба Координационного совета, которое провел председатель Львовского облсовета Петр Колодий. Он проинформировал, что область объявляет максимальную мобилизацию людей в Киев в поддержку Евромайдана.